Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ваша честь, я требую, чтобы меня пускали в мою собственную квартиру В которой я прописана и проживала до 16 лет Я документов не имею на эту квартиру, но у меня есть прописка в паспорте И есть выписка из домовой книги, где я зарегистрирована с 1986 года Понятно Ну а кто не пускает и какова причина? Не пускает меня моя мать, если ее можно так назвать Она никогда не занималась моим воспитанием и всегда думала только о себе Она всегда занималась только своими мужиками, которых меняла как перчатки А что ты говоришь про родную мать? Ваша честь, я вас очень прошу, чтобы она не стревала Я 8 лет молчала и молчать больше не буду Она не пускала меня в квартиру на протяжении этих 8 лет Я пыталась несколько раз попасть туда Один раз мне просто никто не открыл дверь, и там замки были поменены Я не смогла туда попасть И второй раз я попыталась войти, но там проживали какие-то люди Они сказали, что она сдала им квартиру И я не имею права там проживать, поскольку люди живут на законных основаниях там В 12 лет я сама ушла из дома и шлялась неизвестно где Это ты меня выгнала из дома, я не шлялась В 12 лет ее хахаль избил меня очень сильно Я очень сильно переживала, и мне пришлось уйти из дома и склоняться То на улице жить, в подвале, на чердаках, везде, где приходилось Я голодала, и мне приходилось воровать даже для того, чтобы покушать Так не для этого ты воровала-то А для чего? Там все сложнее и серьезнее Наркотики и все остальное То овечка прикидывается Понятно, то есть вам это известно? Конечно Что ваша дочь фактически больна Да? Не фактически, а больна Да это она довела, ваше честь, меня до такого состояния Понятно, продолжайте И вы тоже это признаете? Вы зависимая от наркотиков? Все ошибаются в жизни, и это было, и я не отрицаю Но больше я этим не занимаюсь Я два месяца назад родила ребенка И хочу воспитывать дочь, и хочу жить в этой квартире Мне некуда идти, пожалуйста, ваше честь Ребенок-то здоров? Да, по всем показаниям У меня есть свидетель И я прошу выслушать моего свидетеля А зачем нам? А зачем нам свидетель? Нам свидетель не нужен, нам все и так ясно Это врач-акушер Она может... Я проживаю сейчас у нее временно, потому что мне некуда пойти Она приютила меня Поэтому я очень прошу выслушать ее На собственность претендуете или нет? Претендую Я не платила за квартиру 8 лет, но я готова заплатить Вот у меня есть деньги Это 30 тысяч рублей Я посчитала так, что за 8 лет Это часть, конечно, этих денег Но я готова заплатить Кому нужны твои грязные деньги? Я не знаю Соммунальные платежи это, да? Да, это за квартиру Где ты их взяла? С кем переспала? Вообще, что ты мне подсовываешь? Эти деньги, честно, заработанные Ваша честь, я вас прошу, чтобы она не встревала в мой разговор Понятно, спасибо Ваша дочь зарегистрирована в квартире, в которой вы проживаете Да, Ваша честь А вы ее туда не пускаете? Я им даюсь собственником В 1994 году я приватизировала квартиру Дочь была несовершеннолетняя, ей было всего 7 лет В приватизации, естественно, она не участвовала И вот как бы все-таки моя интуиция меня не подвела Если бы я записала ее в квартиру Долю дала бы ей, да? Да Она бы давно уже эту долю свою За наркотики уже давно бы сама очутилась на улице Да это мужики твои давно бы ее просрали Да какие мужики, о чем ты говоришь? Ваша честь, я иск не придерживаюсь Я против этого Я выдвигаю свой сречный иск И требую, чтобы ее выписали из моей квартиры Потому что это моя собственность Да я такой же имею право на эту квартиру Она там не жила, не платила ничего И я не хочу, мы под одной крышей с ней Жить уже просто не можем Она бросила школу Я с ней уже намучилась, знаете, сколько лет? 14 лет Я с ней маюсь Просто реально маюсь Вы знаете, что такое наркоман? Она бросила школу Она занялась проституцией Она наркоманка Она лежала в психбольнице Да это ты меня довела до этого состояния И выгнала на улицу Из милиции не вылезала Вот у меня есть подтверждение И из психбольницы И из протокола Из отделения милиции Ее не посадили только потому Что я валялась в ногах у милиционеров И умоляла не ломать ей жизнь И что получила я взамен? Вместо этого Вот, пожалуйста, неизвестно что Кто от кого родила Кого родила Непонятно вообще и где Кто виноват? Она сама только в этом виновата Сама ушла Сама бросила А теперь она, видите ли, очухалась Квартиру ей подавай Нина Евгеньевна Ну, во-первых, не подавай квартиру А девочка говорит о том Что негде жить Ни ей, ни ее дочери Это первое Во-вторых В соответствии с законом Ваша дочь имеет такие же права На проживание в этой квартире Как и вы Несмотря на то, что вы являетесь собственником Права пользования на эту квартиру У вашей дочери есть Кстати, и у внучки тоже есть Ваша честь Вы понимаете Я хочу устроить свою личную жизнь Год назад я встретила мужчину Ты всю жизнь устраиваешь свою личную жизнь Тебя вы слушали Помолчи, моя дорогая Да я скажу теперь Да я 8 лет молчала Я не хочу больше молчать Вот еще помолчи Сама молчи Я хочу устроить свою личную жизнь Как же она может молчать Если она должна доказать Свою правоту Вы понимаете Я уже тоже, ваша честь, намаялась Я хочу спокойную старость Нервотрепка меня уже достала Я встретила, говорю, мужчину достойного Поэтому мы хотим продать Обе квартиры, его и мою И купить небольшой коттедж на природе Я хочу жить спокойно Мне вот это не нужно Да, я согласна Я предоставлю ей жилье У меня есть домик в деревне Достался от бабушки Пожалуйста, пусть едет, живет Я ее на улицу не выкидываю Ваша честь, да там невозможно жить Если согласна будет ваша дочь А если она будет не согласна Там невозможно жить Там нет никаких условий для проживания Ваша честь, мы не можем жить с ней под одной крышей Вы понимаете, что закон артаман Тогда езжайте вы в деревню Она все вынесет из квартиры Она меня может еще и отравить Вы извините, вы что? Ты сама кого хочешь отравишь Нина Евгеньевна Вы при приватизации То есть при оформлении в собственность жилья своего Нарушили права своей дочери Она была несовершенно лезвима В соответствии с законом Какая разница? В соответствии с законом Она имела права Точно такие же, какие имеете вы Сколько вам лет-то? 21, Ваша честь 27 год Вот, еще срок не истек Ваша дочь может обратиться в суд С признанием С иском о признании права собственности На часть квартиры Я работала, заработала эту квартиру Пусть теперь она потрудится И заработает себе жилье Или пусть едет к своему любимому Кому-то достается имущество по закону А кому-то по работе Ну что делать? По закону имущество досталось из суд Пусть и потрудится Я ее воспитала Да когда ты меня воспитала Ты только собой занималась Воспитала она меня Ты только о своих мужиках-то и думала Дорогуша, а кто же тебя воспитал? А что там было? Вот баловала тебя Вот и выросла, не пойми что Не надо было баловать Юлия Николаевна Вообще такие, наверное, папины в тебе говорят Наверное Перестаньте Юлия Николаевна Ну а какие-то еще претензии, может быть, ваша мать к вам имела? Да, ваше честь Она приревновала меня к своему хахлю Он был гораздо моложе ее И мы с ним общались Ну, как общались? Ну, разговаривали, музыку слушали А она прилетела, приревновала, выставила все мои вещи за дверь И выгнала меня на улицу, как собачку Аберник Хахля, гражданский муж Да у тебя все они гражданские мужья, через день Дай бог тебе иметь таких Нет, спасибо Вы хотите, чтобы я допросил вашего свидетеля? Да, ваше честь Обязательно это нужно, да? Да, ваше честь Ну, давайте, выслушаем Пригласите свидетелей ССА Свидетелей ССА, пройдите Здравствуйте, ваше честь Я Добровольская Инна Владимировна Я врач-акушер Который принимал у Юли роды Собственно говоря, это у меня она сейчас проживает два месяца И те деньги, которые вот она хочет расплатиться с мамой, предлагала Это я ей как бы одолжила Я просто что хочу сказать Я полностью на Юлиной стороне Я наблюдаю вообще ее возрождение То есть вот от самого-самого и до Вы даже не представляете, Нина Евгеньевна, какая она мама Вы даже представить себе не можете Какая она поступила к нам в роддом И какая она сейчас Ребенок здоров? Абсолютно По всем медицинским показаниям малышка здоровая Это такая внучка Маша у вас чудесная Просто И сама Юля Вы даже не представляете Вот я видела Просто вот клянусь вам Видела, что было с этой девочкой Как она была истощена Как она была измотана Да, у нее плохое прошлое Скажем так Ну помогите ей отстоять свои права Смотря на то, что, видимо, у Юли нет денег для того, чтобы оплачивать проживание в вашей квартире Вы еще и деньги дали для того, чтобы оплатить Я каждый день принимаю вот этими руками вот младенцев, новорожденных И вижу, сколько у нас сирот, сколько от них отказывается Сколько вообще беспризорных бегает А тут родная мама, крыша над головой Ваша честь, я не могу Вы такая добренькая Возьмите ее к себе насовсем Я и взяла, насколько могу Нет, минуточку Да брать-то у меня ничего Я мать-то одиночка сама А ребенка выкинет на улицу Не, 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 директор Я не выкину своего ребенка на улицу А буду вас битвать Вы не признаете иск? Я так понял, да? Нет, я не признаю Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Вы считаете, что вы уже в тюрьме Теперь вы можете там говорить все, что угодно И теперь я разрешаю Только имейте в виду, что Чем больше скажете, тем больше получите Даже настоящей мужской дружбе Может прийти конец Два верных друга дальнобойщика Оказались в суде Не поделив деньги и женщину Вы что? А у нас в деревне Объясните мне, вы что? Ни одной нормальной береги нет Пилец до такой степени, что Не видели даже в чем Во что одевается жена ваша? Ваша честь, в том-то и дело Я засыпал, она одевается в это и уходит Жизнь Евгения Нагапкина кардинально изменилась, когда он бросил пить Посмотрев на мир трезвыми глазами Он внезапно осознал, что жена наставляет ему рога И ворует деньги для покупки развратной и непотребной одежды Ваши требования Ваши требования истица удовлетворены в полном объеме Вы на законных основаниях имеете право проживать в этой квартире В этой же квартире имеет право проживать ваша дочь малолетняя, которой два месяца Вам необходимо будет оплачивать коммунальные платежи В соответствии с законом Теперь то, что касается вас Вы, конечно, слышали где-то, что имеете право выселить бывшего члена семьи Но бывшими родственниками могут быть только, в вашем случае, муж и родственники мужа Которые были вселены в жилье на законных основаниях А дочь никак уж не может Вы понимаете решение суда? Я понимаю, но я не согласна Понятно? С момента вступления решения суда в законную силу Имеете право вселяться, в том числе с помощью судебных приставов Решение суда Иск удовлетворить Истец Павел Яковлев обращается в суд с требованием о возмещении материального ущерба Причиненного его автомобилю в размере 203 тысяч рублей Ответчик Петр Маринюк с иском не согласен Утверждает, что истец продал ему автомобиль по доверенности Слушайте, дело открыто Ваша честь, меня зовут Павел Яковлев Я требую, чтобы вы с него взыскали 203 тысячи рублей Он моего КамАЗа разбил Да какой твой КамАЗ? Вообще заткнись, я разговариваю Я работаю дальнобойщиком, имею два КамАЗа Да не двое, а КамАЗа Две машины, вот свидетельство Мы раньше работали вместе, были друзьями Были напарниками работали А зовут-то вас как? Меня зовут Яковлев Павел Сергеевич Павел Сергеевич? Да Павел Сергеевич, вашего КамАЗа 203 тысяч, вы сказали Да Это что такое? Я ничего не понял Давайте я вам все расскажу по порядку Хорошо Год назад я взял себе в лизинг Вольво Работаю потихонечку один Почему? Потому что машина новая, я справляюсь один КамАЗа поставил в стойло Друг бывший, ну смотрю гуляет Я ему дай предложу работу Я говорю, Петюня, будешь работать на КамАЗе? Он согласился Начал работать Работает день, ночь Без выходных, без проходных Я смотрю, ну надо же, чтобы проблем с ДПС не было Выписываем ему генеральную доверенность В этой доверенности было написано то, что Он смотрит так же за техническим состоянием автомобиля Вот как он работает днем и ночью Не дает ни себе отдыху, ни КамАЗа Здоровье-то не железное Получается так, что уснул в дороге На обочину съезжает Переворачивает мне КамАЗ ДПСники приехали Оформили дело Он виновен Вот Я сразу же беру Аннулирую дело Дело? Я аннулирую договор о доверенности генеральной И оценщики мне дали То, что он ущерб причинил на 203 тысячи рублей Вот я требую, чтобы вы с него взыскали Почему? Потому что я взял КамАЗа Вольво А мне надо деньги отдавать А как я их отдам, если он мне их не отдает? Я к нему прихожу, говорю Делай КамАЗа Он говорит, а у меня денег нет Я тебе его не сделаю Доказательства мне нужны Значит, свидетельство о регистрации права собственности На этот автомобиль И все другие прочие доказательства Которые вы На которые вы ссылались С вами все понятно Свидетели есть у вас какие-нибудь? Нет? Тогда вас выслушаем Ваша честь Я Маринюк Петр Валентинович С иском категорически не согласен Дело в том, что в момент аварии Автомобиль уже принадлежал практически мне Я за год выплатил за него 240 тысяч Да за что ты платил? Ты за ренду платил Стой, успокойся Дали слово Сейчас я скажу, понял? Вот Мы в самом деле С Пашей были очень близкими друзьями И в армии вместе В армии вместе служили Потом работали в одной автоколонии Потом он Ну так ему повезло Купил КАМАЗ И позвал меня напарником работать Одному на КАМАЗе Очень сложно работать Я сам по себе знаю Ну и всю выручку Он практически забирал себе Не платил только зарплату Зарплату Ну Я нашел новую работу Где полегче На иномарке меня позвали работать И тут мне Петя предлагает Ой, Паша предлагает мне Просто выкупить КАМАЗ Предложил рассрочку на год Выкупай и работай на себя Ну Я согласился Для меня это выгодно Я ничего такого тебе не говорил Вот пожалуйста И расписочки у меня имеются То что я каждый месяц В течение года Выплачивал ему По 20 тысяч По 20 тысяч рублей Да что ты пи***ишь За что ты платил? За год Штрафую на 3 тысячи рублей За нарушение порядка Судебного заседания За год выплатил ему 240 тысяч рублей А шею-то не вы ему свернули? Да не, это я Колесо менял, простудил Зимашек Да что ты паришь Расскажи, как дело было Да что? Дело было Колесо пробил Я менял его и все Простудил шею Ведь в принципе В доверенности Даже указано Что в случае продажи Автомобиль будет стоить Не меньше стоимости 300 тысяч рублей Я практически Я практически Всю сумму Уже выплатил ему Так какие я ему Должен еще деньги? Это мой автомобиль В принципе Дайте-ка мне Все эти документы ваши То есть вы утверждаете Что Заключили договор С ССОМ И выплачивали ему Ежемесячно По 20 тысяч рублей Ну договор Усный Понятно Ваша честь У меня еще Есть свидетель Который в принципе Все это подтвердит Мои слова Можно? Да можно Это можно Но на сегодняшний день Этот автомобиль Реально Принадлежит ИСЦУ Этот автомобиль Был В аварии В результате Ваших виновных действий Ущерб Этому имуществу Причинен И Вне зависимости От того Являя Заплатили вы ему Там Какие-то суммы Или не платили Вы Обязаны Возместить ущерб Понимаете? В чем дело? Он же уже Принадлежит мне Практически Как мы договаривались Я выплачиваю Но договора Письменного-то нет Письменного нет Но вот свидетель Подтвердит Что договор был И В принципе Я думаю Закона Мастера нет Форма договора В данном случае Купли-продажи Должна быть Письменной формы Понимаете В чем дело? Тогда я попрошу Все денежки Которые я ему выплатил За этот год Вернуть мне обратно Да ты заряду Платил Я что говорю Может быть вы тогда Заявите встречные требования Какие-то? Да-да-да То есть вы заявляете Встречный иск А Взыскании СССР Двухсот Сколько тут? Сорока Двухсот сорока тысяч рублей По выплаченным Вот этим счетам По этим Ну вот по деньгам По распи То что подтверждают Расписки Правильно? Да Что скажете? Иск-то признаете? Нет А он просит Вот эти вот расписки Вот эти вот расписки А это аренду было Ваша честь За аренду? За аренду он мне платил Как за аренду? За аренду КамАЗа он мне платил А что он просто хотел ездить вот так За просто так что ли? Так какая аренда? Ты че? Послушайте В соответствии с актом Который вы представили Стоимость этого автомобиля Составляет 300 тысяч рублей Ну что же За один год эксплуатации Должно вы хотите получить себе Полностью верну стоимость Этого автомобиля что ли? Я что на дурака похож что ли? А если бы я у тебя 5 лет? А потом здесь не написано Что за аренду? Ну вот он и выплачивал мне Там и не написано Что за продажу Тогда Ну давайте тогда Вот А деньги то я отдал Отвечек Вы Отвечек Вот ваш Бывший Друг Бывший друг Таких друзей За х** в музей Слышь да Ты заговорился Закройте пожалуйста Исса Вон за решетку туда Мы после этого Возбудим Уголовное дело В отношении В отношении Исса Для того чтобы не нарушали Порядок Судебного свидания Только шею ему не ломайте Давайте Значит А Мы сейчас Выслушаем Вашего Свидетеля пока Свидетель ответчика Пройдите О Галя А ты что сюда Свои вареники Притарабанила Да надо И притарабанила Тебе какое дело Молчи Чего мало Тебе что ли там сидеть Извините Ваша честь Здравствуйте Я Яковлева Галина Жена Кошелка Жена Павла Вы считаете что вы уже в тюрьме Теперь вы можете там говорить все что угодно Теперь я разрешаю Только имейте ввиду что чем больше скажете тем больше получите Продолжайте Я пришла подтвердить то что у них состоялся разговор Я при нем присутствовала То что они Он действительно сказал Павел А что ты ухо свое грела Тебе какое дело Не лезть вообще ко мне Так объясните Вы чья жена Ты Исса или Я жена Исса Павла Яковлева Постилка она Он сказал что продает КамАЗ Все он может им пользоваться И он еще специально затеял это Потому что он меня приревновал И сказал я ему отомщу специально А у нас вообще вот какая история Я вот познакомилась с ними обеими Они за мной вдвоем ухаживали Потом предложили мне руку и сердце Ну я как бы думала Как вообще быть в этой ситуации Выбрала Павла Исса Себе в мужья Как бы вышла за него замуж Ну у нас Надежнее показался Да он как бы Ну я думала с деньгами Дальнобойщик все таки Деньги хорошие Но у нас супружеской жизни Никакой вообще не вышло Так как он постоянно с другом в разъездах Дома никогда не бывает Я еще хотела ребенка от него родить А как одной воспитывать тоже Потом он еще в лизинг взял Свою Вольву Вообще денег никаких нет Я уже не знала как жить Ну и все Да ты вообще Дай послушать Ребята успокойтесь И что дальше? И у нас так получилось Что он уехал Павел уехал в рейс свой на Вольве Как раз произошел случай недавно С ответчиком Он на КамАЗе попал в аварию Он зашел в гости ко мне Ну и И зачесалось у тебя Успокойся Ты вообще тебя никто не спрашивает Да успокойся Вы говорите со мной Мы оказались в постели с ним Тут вообще у нас лирическая история произошла Муж вернулся с рейса своего Я не знаю как он так получилось Но застал нас в постели Дружка своего конечно он выпер Со мной тоже разобрался Ну мне немножко досталось Но мы решили эту проблему Как бы уладили Он сказал чтобы я всю дурь с головы выкинула Как бы и забыла про все Да Галь как это забыть Я зато это не забуду Сколько раз предлагал Переезжай ко мне жить Ну согласна Да все идите вы оба Я не могу снять отношения свои Я вообще вот смотрю и слушаю Вы вообще мне не нужны Все собирайтесь валите отсюда Вы меня достали Отсюда удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Вы что А у нас в деревне Объясните мне Вы что Пили до такой степени Что не видели даже В чем Во что одевается Жена ваша Ваша честь В том то и дело Я засыпал Она одевается в это и уходит Радикальные средства от алкоголизма Нашла простая деревенская женщина Елена Нагавкина Чтобы муж бросил пить Она натравила на него дрессированную собаку Но это не принесло добра После уколов от бешенства Муж завязал с алкоголем И подал на развод Истец заявил требования О возмещении имущественного вреда Которые были причинены Его имуществу Вашими виновными действиями По общему правилу Вы обязаны возместить Вред в полном объеме Ваша вина доказывается Протоколами и Постановлениями Сотрудников ГИБДД Теперь то что касается Вашего встречного иска Истец Договора Продажи Этого имущества Вы не заключали Расписки в получении денег Ответчикам А в данном случае Истцом по встречному иску Представлены Требования Ответчика Вам понятны О возврате Денег Которые были переданы вам И суд считает Что требования Истца По встречному иску То есть Ответчика Подлежат Удовлетворению Таким образом С вас Взыскивается 203 тысячи рублей В пользу Истца А с вас 240 тысяч рублей В пользу Ответчика В качестве Возврата Тех денег Которые По непонятным Причинам Вы Получали От ответчика В сроке Возврата денег В расписке Не указаны Поэтому Суд считает Что Разумным Возврат Этих денег В срок Один месяц Решение суда Основной И встречной Иски Удовлетворить Истец Евгений Нагавкин Предъявляет Иск о расторжении Брака Ввиду Аморального Поведения Супруги Ответчик Елена Нагавкина С иском Не согласна Утверждает Что любит Своего мужа И не желает С ним Разводиться Вам слово Ваша честь Иск мой Стоит в том Что я хочу Подать на развод С моей женой Потому что Дальнейшую жизнь Считаю Никак невозможной По простой Такой причине Что Жена моя Оказалась Обычной Дешевой шлюхой Да еще и Воровайкой Что ты меня оскорбляешь Вам помолчить Не давали слов Никто А сколько лет Находились браки Мы в браке Восемь лет Вот пожалуйста У меня есть Свидетельство О браке Понятно Ну что вы За восемь лет Впервые поняли Что Жена Воровайка Да К сожалению Это так Ну Признаюсь Я Выпивал И До свадьбы И после свадьбы И во время свадьбы Да И во время свадьбы Да Не пью я Почти год И вот как раз Убедился Я начал подозревать Что-то неладное Но В течение этого года Я убедился Конкретно Что изменяет Вам жена Да Что изменяет И причем Довольно круто Я Опросил Людей в деревне Которых я знаю Которые знают меня И мне объяснили Что началось еще С нашей свадьбы Она уже на свадьбе Мне изменила С томодой баянистом С соседним лесочком Ну что ты вот придумываешь Да Отдалась прям Жень Помолчите Я сейчас говорю И что вообще Только трактор Беларусь на ней не был И что у меня олени Как у Рогов Как у стада оленей И еще у меня Есть вещественные доказательства Я в сарае Что рога принесли что ли Я столько не унесу Поверьте А почему же сумка женская Вот сейчас Одну секунду Ваша честь Сейчас вы все поймете Это в сарае Я нашел сумочку И вот посмотрите В чем она ходит По деревне Да Извините Махор у тебя виден Из-под этого платья Вот пожалуйста Косметичка Ну Еще платьицы Туфли на каблуке Другими словами Вы И сама сумочка Извините пожалуйста Вашу честь Перебиваю Сама сумочка У нас Ни в нашей деревне Ни в соседних Нормальные женщины С такими не ходят И потом Что Я заметил Что Денежки Стали исчезать Так вот Я понял Куда Денежки Уходят Вы что Объясните мне Вы что Пилились до такой степени Что Не видели Даже В чем Во что Одевается Жена Ваша Ваша честь В том то и дело Я засыпал Она одевается В это И уходит И приходит Когда я сплю А куда уходит Куда Понятно куда Куда Мне объяснили люди Куда Ну так скажите мне Чтобы я знал Фамилии К сожалению Точно не знаю Ну понятно куда У нас дороги Если бы вы видели Там Трактор еле проходит Женщины Все ходят В сапогах И валенках А она ходит В туфлях На каблуках А последней каплей Явилось то Что у меня Неделю Гостил мой Армейский друг Борька Так И он уехал И через несколько дней Я получаю от него Весточку Да 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 В которой он Открытым текстом Пишет Что он спал с ней Ну что скажешь Весточку Весточку И другие документы Передайте суду Да пожалуйста Весточку читать будем А Вы ради бога Читать будем Весточку Нет не надо Ваша честь Я сейчас все объясню Читать не надо Не надо читать Попробуй Нет не надо читать Дело в том Что я разводиться Со своим мужем Не хочу Я с иском Вообще не согласна Я своему мужу Никогда в жизни Ни с кем не изменяла А вот просто Он ходит по деревне Собирает вот эти все слухи Он всем верит Кроме меня И считает Что я тоже должна В телогрейках И в резиновых сапогах Ходить Понимаете А если я надела Красивое платье С каблуками Значит я уже шлюха Последняя А насчет Борьки Я вам тоже расскажу Борька это Как раз армейский друг Армейский друг Который Сам ко мне Приставал Чего хотел Я знаю Борьку Занимался И со мной добрый был Всегда ласковый Внимательный А теперь как С цепи сорвался Да ты сорвалась Только Ты следит за мной Все высматривает У всех все выуживает Про меня Ваша честь Я руку Раньше не поднимал Но за последнее время Да у меня нервы Конкретно задают Я просто Бешеным становлюсь Я даже Не то что общаться Я вообще Смотреть на нее спокойно Не могу Друг то ваш Не друг совсем А Абрук Прям настоящий Коль такие письма Пишет Ну да Он принял Такое решение Да подружески Сообщить Мне кто Есть на самом деле Ну и не друг Тебе это Совсем Друг Друг А у нас Ваша честь Двое детей А потом Понимаете Вот с чего Вообще Вся история Это началась Я вот сама Себя за это Корю да виню У нас деревенская Собака Укусила Женю моего И он побежал К врачу Врач ему в плечо Шесть уколов Сделал и сказал Если ты за 10 дней Эту собаку найдешь И она жива Значит можешь пить А не найдешь Тогда может быть У тебя и бешенство И вот он испугался Не пил полгода И деньги скопил Но Ваша честь Вот посмотрите Календарь я вам принесла Ведь отмечал Каждый день Крестникам Да какое твое дело Когда закончатся Эти полгода Чтобы наконец-то Запить Потому что На своих друзей Смотрел Они ж пьют все А ему завидно Вот календарь вел Да ты бы лучше Крестиком отмечал На б***ь Ну что ты на меня Наговариваешь Жень Наговариваешь А потом Простите Ваша честь Простите А потом Ваша честь Он когда Срок то закончился Полгода Он как сорвался Пропил все Наши сбережения Соответственно Он уже Я думала По досочкам Весь дом разберет Я опять испугалась Думаю Что я наделала Поеду Думаю В райцентр Нашла там Школу Где дрессируют Собак И договорилась Там с дрессировщиком С одним Говорю Опять укусила Чтобы укусила Да Заплатила Шерлок Шерлок Холмс Поговорка Точно Точно Вам говорю Люблю Тебя А у нас Двое детей А я беременная Между прочим Да У меня Шесть недель Срока Вот у меня Справка есть От гонеколога Ваша честь Да Я беременна Она не от меня беременна А от кого Сколько не от тебя Сколько у тебя недель Шесть недель Я уже месяца три К ней не прикасаюсь Тебя не трахаю Да ты не помнишь ничего Ты пьешь Когда ты ко мне прикасаешься Подождите Подождите Минуточку Минуточку Вы говорите Что он уже Второй Шестимесячный срок Уже Выдерживает От питья А что же Мы не можем Любовью заниматься Что ли С кем С мужем Ну так Он же говорит Что три месяца Не прикасался Так а что он помнит Ваша честь Он пьет все время Но если он полгода Уже не пьет второй раз Он не помнит Даже когда со мной Любовью занимается Ну разве Я не убедил вас Что невозможна жизнь Меня Я просто от греха Меня вы не убедили От греха Я вас прошу Нас развестись Потому что я могу сорваться И что тогда Непоправим У меня же нервы Конкретно сдают Ой Жень Да ты запьешь У нас все будет хорошо опять Ну я ж знаю Вы что Теперь опять хотите Чтобы он запил Да пусть А чего плохого такого Или вы специально Такой способ придумали Чтобы забеременеть От трезвого Да нет Ваша честь Я думаю Причина в разводе Это другая У него мама Два месяца умерла назад И она ему оставила Завещание На дом на свой В скатулочке В скатулочке в доме лежит И 120 тысяч рублей Вот он и подал На развод Чтобы с нами не делиться Кукиш нам с детьми оставить Жень Да Ты что не знаешь что ли Причину настоящую Он и так может не делиться Ты меня с собой Ты с говно Евгений Ты что Простите Ваша честь Он и так может не делиться Это наследственное имущество Которое принадлежит Лично супругу Это его частная Я говорил вам Что у меня вопрос Об этом не стоит Все пополам разделим К сожалению Дети остаются с матерью Даже такой Мне главное развестись Понимаете На детях тоже это отразится Понятно Истец Вы тут попросили Еще в своем заявлении Свидетеля допросить Нужен нам свидетель Я думаю Это Я думаю Это поставит Точку в этом деле Все станет Ну давайте Выслушаем Я вас убедительно Прошу пригласить свидетеля Да он здесь присутствует Пригласите свидетеля Пожалуйста пригласите Сейчас наконец-то Все станет ясно Ой Женя Свидетель Са Пройдите Сейчас Не знаю Что сейчас ответишь Здравствуйте Я панина Римма Сергеевна Я дружу С этой семьей давно Особенно со старшей сестрой Жене И как бы эту кухню Все знаю изнутри Женя очень порядочный Хороший Товарищ И вообще как человек И как муж Он работящий А женился на этой шлюхе Которую покоему не дают Ты в нашем доме ела пила Оскорбляешь А у меня здесь стоишь Рот закрошен Бессовестная Да она вообще непорядочная Вы знаете что она тварь Она его до бешенства доводит Каждый вечер Каким образом? Да что она только не делает Он как только чуть выпьет Она налево одевается И гуляет Вот недавно Я вам расскажу даже Вот мы на свадьбе отдыхали Вот вместе Да Оделась как шлюха Короткое платье там ходило Сверкалось Да ты просто завидуешь Завидуешь что я молодая Красивая Красивая Ты завидуешь Вот что ты говоришь Чему завидуешь Что на тебя уже все мужики перелазили Этому завидовать что ли Она говорит Она мою очередь не увела Вот все танцуют Поют Гуляют Да Я смотрю уже Мой Петька исчез Я уже сразу поняла где Пошла там нашла Их они там Столярной мастерской Захожу Она сидит Ноги раздвинул И мой козел Уже станет Фантазерка Фантазерка Что? А вот это вот Я показываю вам Вот это вот что Узнаешь же они Чьи трусяты Посмотрите Для начала я штрафую вас На 3000 рублей За нарушение порядка В судебном заседании И Удаляюсь для принятия решения Но перед этим Ваша честь Я задаю вам вопрос Вы продолжаете настаивать Я настаиваю И не то слово Несмотря на то что вам стало известно Что ваша жена беременна Да Несмотря на это Передайте мне пожалуйста документы Подтверждающие Факт беременности Ваша честь Невозможно Поймите Невозможно жизнь Невозможно принять решение Которое пойдет в разрез закон Вы по закону Договорите Одну секундочку Ваша Прошу всех встать Оглашается решение суда В соответствии с законом А именно со статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации Супруг А именно муж Не имеет права Без согласия жены Возбуждать дело О расторжении брака Во время беременности Либо до достижения Ребенком возраста одного года Вот после того Когда ребенок достигнет Возраста одного года Либо может быть ранее Если вы сумеете доказать Что ребенок не ваш Вот тогда вы можете Расторгнуть брак Решение суда В иске отказать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова